всем привет так давайте доделывать имена таноса под лицевую анимацию значит куб delete n панель screencast key включаем то что я буду нажимать то чтобы вы видели единицы нампаде камера свет можно отключить ну и давайте импортировать сюда все наши вот эти общ модели итак находим папку таноса глаза импорт файл импорт общ значит зубы пошли это нижняя часть челюсти следом ну а теперь уже сам то нас выбираем все саптулы мыши и поднимаем вот таким вот образом повыше единицы нампаде вот увидите в каком состоянии находится танос включаем видимость именно разверток цвета ну вот так он выглядит вид у него конечно сейчас чуть чуть не настроены давайте настроим так как мне показали итак выбираем таноса edit так заходим давайте в edit mode создаем два материала дополнительные еще new переключаемся на первый материал делаем английское c колесико крутим ставим рентген ставим c и выберем вот так вот пока грубовато таноса опять переключаемся мы лет такой цвет текстуры выбираем теперь c колесико уменьшаем перо и вот здесь вот так вот можно выбрать еще вот эти детали так здесь колесико зажимаем и очищаем ненужные вершины полигоны так тут потом еще можно будет подправить так а ну-ка с можно вот выбрать вот эту вершину тут нужно будет немножко подрисовать потом чтобы поровнее все стало так здесь можно немножко пониже опуститься где-то в таком духе пока назначаем первый материал это будет и сижим голова переключаемся на нижний материал сочетание клавиш control и это будет у нас значит настраиваем теперь заходим в object mode заходим в object mode заходим в object mode находим шейдинги и настроим пока внешний вид нашего персонажа добавляем сюда add image она тут присутствует вообще мы находимся на ткани значит переключаемся на голову здесь у нас есть image текстур от color еще отводим до вот этой функции subsurface color следом подгружаем add vector normal map и опять же add текстуры image текстур все это дело соединяем я повыше подниму color color normal normal open открываем здесь нашу еще normal map находим папку таноса подключаем normal map ставим non-color color и смотрим как у нас тут normal map лег ну вот вы видите что все детали совпали так ставим единицу enter а здесь ставим спекуляр где-то пятерку ну и roughness так чуть-чуть roughness можно уменьшить вроде больше а так еще subsurface может чуть-чуть поднять немножко ну и в принципе все все так теперь нам второй материал понадобится нажимаем add нажимаем texture image texture подключаем так base color open находим текстуру опять же Thanos это у нас Thanos развертка и подключаем add так color bridge contrast вот этот здесь ставим 0.010 enter здесь ставим 0.070 enter так спекуляр и roughness посередине так roughness чуть-чуть прибавляем получается где-то вот такой внешний вид вроде больше никаких настроек не надо так теперь смотрим вы видите как все дело у нас тут обстоит выглядит полигоны жмем правая кнопка мыши и сглаживаем shaders нажимаем вот наш персонаж стал гладкий все нормально единицы на нам падим и значит шейдинг находим материалы прибавляем нормал мап а ну-ка смотрим как все это дело будет выглядеть ну выглядит вроде прикольно так и так вот такая настройка погнали теперь вставлять кости переключаюсь я пока вот в такой внешний вид ну можно поставить в настройках или рэндом или текстуры ну давайте рэндом так единицы на с сочетание клавиш значит арматура настройки via port display inform чтобы видеть кость именно спереди делаем edit mode английская а делаем с прибавляем с помощью моф можно все это дело приподнять тройка на нампаде уводим в бок потому что у нас персонаж не по пивоту стоит и теперь е вытягиваем шею е вытягиваем голову смотрим единица на нампаде чтобы точно уже к шее попасть ну на шею можно еще пару костей конечно поставить чтобы шея мягкая была ну в принципе этого делать не надо вот эта кость пусть просто стоит G вот от этой косточки от шейной ну это пусть в бок и вот эту чуть в бок поставим так так вытаскиваем е кость это будет через косточка p clear parent делаем с уменьшаем g подставляем вяжем ее через shift левая кнопка мыши в голове control p keep offset теперь нам понадобится вот этот дубляж вот этой кости shift а пардонте shift d вытаскиваем r перекручиваем можно ее чуть повыше поставить здесь будет косточка челюсти shift d это челюсть будет уменьшаем она большая не нужна можно чуть-чуть повыше поставить теперь делаем shift d косточка челюсти вниз это нижняя челюсть вяжем на нижнюю вот так зубы нижние зубы вяжем на нижнюю челюсть это control p keep offset а верхние зубы вяжем вот к этой кости control p keep offset чтобы вот эти зубы следовали за этими костями так теперь самое интересное это нужно вытащить где косточку alt pin player parent ее отсоединить и вытянуть ее вперед это будет значит у нас так и lift давай это будет глаза глаза нам большие не нужны делаем косточку поменьше сейчас глаза вытащим сюда а вот эти челюсти вытаскиваем g вот сюда пониже можно так косточка значит у нас идет глаза g это значит у нас какой получается левый от нее еще shift d косточку ставим это будет центральная эту кость через shift вяжем к этой кости control p keep offset выбираем центральную кость тройка на нампаде делаем ей r перекрутку можно даже сделать сделать ее побольше все это будет меняться потом внешний вид костей так значит вот эти кости мы отводим подальше ориентирные будут выбираем вот эту кость shift d отводим ее вот сюда вот это будут основные глаза и вяжем их через shift голове control p offset все нормально это дело сделано так что еще нам надо нам нужно настроить рот чтобы вам вот эти косточки не мешали я их выберу вот эти кости так сначала давайте я одну косточку вытяну g вот сюда тройка на нампаде control z g нам понадобится кость alt p clear parent и выше ее можно туда поднять выбираем вот эти кости и нажимаем h они тут присутствуют просто чтобы они появились нужно нажать alt h и вот они будут а если нажать h они исчезнут ну чтоб не мешали видимости как будем настраивать рот тройка на нампаде g s уменьшаем косточку так теперь делаем r перекрутку и подгоняем к центру значит нашего вот этого рта делаем еще наверно s верхняя губа очень маленькая подставляем ее по центру желательно чтобы она была погружена в сам вот этот персонаж так единица на нампаде это у нас центр рисуем теперь или делаем как делаем shift еще одну косточку подставляем ну можно продолжать сейчас вы поймете как это делается еще раз shift ставим косточку вот сюда смотрим вы видите насколько она ушла надо все это дело разных ракурсов смотреть управлять и сюда вот shift ставим четыре косточки чуть-чуть расстояние делаем между ними более-менее одинаковое но чтобы вот эти кости смотрели именно ну как по направлению или как точнее сказать чтобы они были близко к нашему вот этому мэшу так теперь стройка на нампаде вот эту кость можно е так control z не е а g вывернуть вот сюда вот так потому что здесь будет переход ну и тоже эти косточки можно чуть-чуть как бы наклонить то же самое делаем снизу это значит единица нападим вытаскиваем косточку е alt p clear p отсоединяем g подставляем вниз смотрим как она тут установилась чуть-чуть выводим вперед чуть-чуть делаем g поменьше чтобы она через не тянула вот эту часть за собой значит g в бок можно увести единица нападим ну и выбираем ее щелчком левой кнопкой мыши и делаем shift d смотрим как она тут попала голубь вставляем теперь делаем shift d ну и хватит наверно только нужно здесь g все это дело поуравнивать вот так и где-то поуменьшать так вот эту кость наверно можно чуть сюда эту чуть сюда еще раз проверяем смотрим подгоняем ну вроде бы как попало так вот эту кость чуть-чуть вывернуть вперед в сторону щеки теперь выбираем низ вот этой кости через shift низ вот этой кости жмем английскую f и вставляем кость теперь тут тоже самое f через shift низ костей выбираем жмем f так тут не выбралось f что такое вот теперь выбралось ну и в эту сторону теперь выбралось ну и в эту цепь закруглили застопорили зациклили что нам еще понадобится нам понадобится нам понадобится так нам понадобятся вот эти веки давайте сразу сделаем shift дублируем косточку подгоняем подгоняем вот сюда тройка на нампаде делаем r делаем g заводим нашего персонажа делаем еще раз r можно сделать английское s чуть побольше делаем shift d выводим вперед r чуть перекручиваем s уменьшаем ну и по прошлым роликам все это дело нужно установить значит в наш глаз первая идет косточка вот вот сюда shift d вторая идет вот сюда это кости будут неподвижные они будут привязаны к голове так вот эту кость еще можно чуть подальше единицы нампаде эту кость ставим по центру ну и опять погнали выбираем кости shift d вставляем shift d вставляем и так далее четыре кости достаточно теперь мы их подгоняем значит вглубь нашего меша так вроде бы века выставлена единица нампаде делаем shift d подставляем теперь на низ чуть-чуть нужно выводить вперед вот единица shift d shift d shift д ну давайте тут тоже четыре косточки ну только нужно их теперь как бы по окружности тоже завести вверх в нижнее только ну вот такая штука конечно глаз можно настроить так же как и рот ну это будет еще больше костей пока это делать не будем тройка на нампаде делаем shift d щелчок r перекручиваем добавляем еще одну кость вот так ну и что нам еще понадобится нам понадобится еще одна косточка любую выбираем ну давайте вот эту делаем shift d подставляем ее кверху вот ровным дугом тройка значит на нампаде r перекручиваем g единица на нампаде получается g ну и порисуем значит е е можно таким способом тоже так это g здесь костей можно и поменьше ставить но это уже смотря у кого какой персонаж так получается что-то в таком духе нужно немножко вот это дело приподнять а это дело тоже теперь нам понравится еще одна косточка shift d это меж глаз чтобы вот эта часть дюжет не искажала нос теперь тройка на нампаде нам понадобится что нам понадобится shift d еще одна кость это значит перекручиваем r g ну и можно s сделать это это чтобы у нас нос здесь не ходил когда глаза будут закрываться так что еще можно придумать это значит еще кость выбираем shift d r ставим на ноздри чтобы когда закрывался рот чтобы когда закрывался рот у нас ноздря находилось на месте но нос тоже чтобы не бегал за губой так тройка на нампаде shift d нам понадобится теперь еще скулы джи подставляем 7 на нампаде джи поближе к скуле тройка на нампаде r перекручиваем джи чуть-чуть подальше ну и от этой штуки от кости опять же е и здесь у нас получается уже заводим ее вглубь ну еще раз е ну три достаточно будет скулу будет держать и еще одна косточка нам понадобится значит shift d вот сюда вот где нос r перекручиваем g подгоняем вот на эту часть можно даже не одну а можно вот эту вот сделать всю полосу и получается е побольше можно здесь уже не мельчить ну так как то что то в этом духе так это у нас будет вся цельная полоса тоже не есть хорошо давайте вот отсюда е косточку вытянем и отсюда тоже вытянем сейчас попробуем я первый раз так делаю конечно так ну и тут тоже е маленькую косточку теперь нам понадобится теперь нам понадобится только на нампаде shift не не эту вот эту кость shift d вытаскиваем кость на лоб делаем ей s и заводим ее в черепушку семерка на нампаде выбираем верх кости и вот так вот чуть корректируем это для чего делается когда мы будем опускать брови вот эти дуги бровные чтобы черепушка вот здесь не двигалась ну на месте стояла так это нормально также можно на уши поставить косточки чтобы если что чуть-чуть ушами шевелилась ну давайте на уши добавим shift d так подгоняем значит поближе тройка на нампаде g к мучке уменьшаем g подставляем и значит вот таким вот образом ну больше не надо значит e g и e еще косточки выдвигаем ну и тут тоже на одну вот так так теперь же их нужно по уху разместить моб можно отключить моб можно отключить и вот так вот g верхние кости выбираем сейчас их по моему придется еще отцеплять так так это тройка на нампаде g подгоняем есть такое дело но когда мы будем шевелить вот этими ушами двигать их чуть-чуть допустим чтоб у них движение создавалось у нас будет двигаться височная часть значит нам понадобится сделать shift d еще одну косточку сделать s и поставить ее на висок так это тройка на нампаде делаем r и вставляем ее g в голову ну что-то в таком духе ну а теперь все это дело нужно привязать так alt h включаем видимость тех костей которые мы скрыли и делаем вот такую штуку это значит alt alt p clear parent alt p clear parent отсоединяем вот эти кости потому что если они будут привязаны они сейчас тут так плясок понаделают мы их просто отключаем так теперь отключаем отсоединяем alt пи clear parent вот эти кости так alt пи так это пусть привязано будет вот эту вот alt p clear parent ну и вот эту alt p clear parent так чтобы дальше не заходить чтоб не запутались вы сначала вяжем верхние вот эти кости вяжем вот к этой кости верхней челюсти а alt p clear точнее челюсти у нас скулы зубы вот они а вот это кости отвечающие за верхнюю вот эту за верхние зубы короче вот здесь выходит g отсоединено все нормально чуть-чуть подправить а нижние вот эти косточки и в частности вот эту кость вот эту кость можно кстати привязать к верхней или к нижней ну давайте привяжем ее к нижней если что потом перевяжем так это у нас ctrl p и offset все привязано теперь выбираем вот эту кость вяжем ее в голове ctrl p и offset которая отвечает ну вот за эту часть значит нашего нашей мышцы так нос переносится затем косточка вот это ухо главное височная кость все это через shift вяжем ctrl p значит в голове также в голове вяжем вот эту кость ctrl p и полсет и тогда нужно вот эту косточку привязать к этой ctrl p и полсет чтобы она была привязана не знаю правильно нет сейчас все косяки будем ликвидировать так вот эту кость тоже в голове ctrl p и полсет что у нас с глазами выбираем вот эту косточку вот эту вот эту и вот эту вяжем к этой кости ctrl p типа offset вот кость вот эта она будет загибаться а эти веки будут опускаться ну а эти зеркально четыре косточки вяжем так не к голове а к нижней кости вот к этой ctrl p keep offset теперь убираем вот эту кость которая будет неподвижна и вот эту теперь значит управляющей кости морганием это все дело ctrl p keep offset в голове так что что тут еще чтобы не забыть ну теперь давайте зайдем пост мод и погнали поднастроим а потом привяжем уже так выбираем эту кость на эту ctrl c stretch 2 так не так ctrl z значит вот эту кость к этой ctrl shift stretch 2 нет все правильно значит это кость к этой ctrl shift stretch это значит к этой ctrl shift stretch 2 и так далее проверяем выбираем любую кость и пробуем двигать вы видите что она движется значит все правильно подключилось теперь теперь эту кость на эту встреч 2 так ага ctrl z значит эту на эту ctrl shift эту на эту эту на эту все это пока не трогаем то тоже самое происходит с этими костями эту вяжем так вот отсюда идет это кости в это направление значит эту кость на эту ctrl c c и что я путаюсь пардонте верхнюю кость на нижнюю ctrl c stretch 2 ну и эту кость на эту то же самое с ушами верхнюю кость на нижнюю ctrl c и верхнюю на нижнюю ctrl c все нормально продолжаем геморрой не геморрой ну посмотрим что получится то же самое делаем с бровями верхнюю на нижнюю ну вот что-то такое так я еще тереп не привязал голове ctrl c так не тут это делается в edit mode ctrl p keep offset смотрим отвязана ли эта кость alt не это а ну-ка заходим в post mode и смотрим если сейчас потянем видите косточка не двигается так эта кость тоже не двигается их надо отсоединить вот эти кости заходим в edit mode выбираем alt p clear parent эту тоже alt p clear parent и эту тоже alt p clear parent так смотрим что с этими костями alt p clear parent они тоже привязаны просто я их цепью делал так и тут тоже alt p clear parent ну и тут трогать наверное не надо так а здесь вот получается что вот это должна привязана быть это значит ctrl p наверное keep offset эту к этой а так эти настроены уже заходим в post mode проверяем кости почему же они двигаться не хотят заходим заходим значит меняем тактику alt p clear parent alt p clear parent clear parent но они теперь отвяжутся от головы надо это не забывать так и что получается так это кость движется это кость тоже движется так вот это вообще нормально движется значит теперь edit mode эту кость к этой ctrl p keep offset эту значит к этой ctrl p keep offset эту если к этой ctrl p так подождите не спешите по смот отбой так а что же получается здесь по смот эту, к этой, наверное, Ctrl-P. Ctrl-P, Keep Offset. А эту, значит, к этой Ctrl-P, Keep Offset. Что ли, так? Ладно. Не хотите таким образом? Пойдем по другому способу. Вот эти кости удаляем, Delete, BOM, и вот от них через Shift-F, F, добавим просто вот от кости. Так, значит, теперь веки назад вяжем в голове, Ctrl-P, Keep Offset, и заходим в Post Mode, настраиваем, значит, кости, Ctrl-Shift-C, Stretch-T, и так далее. Проверяем, выбираем любую кость, вот все движется. Значит, вот таким способом лучше и выставлять, не продолжать их ввести связь их нею. Так, эта кость то же самое, уши то же самое, ну и тут, наверное, будет то же самое, да. Значит, так, косяка я упорол, Edit Mode, так, удаляем вот эти кости. Делаем им Delete, BOM, ну и теперь вот дорисуем. значит, это F это F теперь с этой стороны на эту с этой стороны мы перенастроим, на эту. мы перенастроим, осмотр. Делаем, это проверим как тут все ходит все движется все нормально так ну и тут тоже отправим заходим в edit mode выбираем теперь вот эти главные кости ну чтоб привязку повторить в голове Ctrl-P так какая-то кость уже привязана так не делайте Ctrl-P привязана Ctrl-P так эти кости оказываются привязаны так эти кости привязаны голова привязана висок привязан в принципе все если что-то отвязано уже в процессе привяжем так я вот не знаю здесь вот давайте еще наверное так E Alt-P Clear Parent G прибавим ключицу G но она не помешает правильно нужна не нужна да пусть висит Ctrl-P Keep Up Set пусть будет привязана и от нее одну отведем вот типа это рука все пускай так торчит так еще что я хотел это у нас глаза нам нужно еще навеки добавить управляющую кость значит так вытаскиваем E кость Alt-P Clear Parent отводим ее значит давайте повыше семерка на нампаде смотрим где она находится это будет управляющая кость тройка на нампаде делаем шрифт D подводим сюда ну пусть в таком положении находится косточка ее будем настраивать на веки надо вот это все запомнить это веки это глаза это зубы ну пока так заходим в Object Mode вы сейчас наверное ужахнетесь да скажете да иди сколько тут всего ну если вы поймете все это дело не так все тут и страшно будет я постараюсь вам это дело все объяснить значит так R перекручиваем челюсть настраиваем ее на геометрию ну и эту тоже на геометрию чтобы она не была привязана к пивоту к центру так нашего персонажа пусть он будет привязан к центру к 3d курсору так теперь что у нас с глазами так глаза тройка на нампаде вытаскиваем вперед вот сюда так G чуть-чуть опускаем сейчас еще косточки уменьшать придется и нужно сделать разные глаза чтобы они были по отдельности это делаем Shift D все утек заходим в Edit Mode выбираем рентген выбираем первый глаз и вот Delete Vertex Vertex заходим в Object Mode находим глаза первый заходим в Edit Mode и удаляем теперь вот этот глаз этот да правильно этот Vertex так Object Mode вот такая получилась у нас штука зубы здесь теперь заходим выбираем Rig заходим в Edit Mode и подправим немножко G вот эти кости так теперь выбираем глаза и делаем им S чтобы косточки стали поменьше и уводим их H вот на заднюю часть чтобы они от центра глаза им крутили тогда он будет более правильно работать так теперь что еще управляющую вот эту управляющую кость глаз вяжем в голове Ctrl-P Keep Offset так теперь вот эту кость на эту Ctrl-P Keep Offset это уже будут веки точно так же как глаза настроены и управляющую и управляющую тоже в голове чтобы она двигалась с головой так ну вот пока вот такая вот такая штука смотрим сверху глаз у нас должен быть по центру тут хотя бы он то у меня кривой глаз но все равно как никак какой ни на есть глаз ну вот что то в этом духе еще можно конечно на Кадык вот сюда кость добавить ну давайте и добавим а что я Кадык никогда не делал так какую косточку взять чтобы не дублировать а вот эту Shift-D так R G так Кадык где-то вот тут да ну если что косточку подвигаем так давайте E 2 выберем G и от нее вытащим еще наверное косточку в эту сторону и вот эту кость на эту настроим в POST-MOD так вот эту верхнюю на нижнюю Ctrl-Shift-C Stretch-T проверяем G ага опять я того же косяка упорол да значит заходим удаляем удаляем вот эти кости delete bone эту кость значит делаем чуть поменьше S G делаем Shift-M R перекручиваем и делаем Shift-D вот сюда тоже уху постмод так это кость к этой Ctrl-Shift-C Stretch-T это значит Ctrl-Shift-C Stretch-T не знаю нужно это будет нет ну вот кадык может двигаться так эта часть может уменьшаться в принципе нормальная настройка так эта кость привязана в принципе все если что добавим что-то в процессе теперь нам нужно выбрать все вот эти кости это уже в Edit Mode единица на паде выбираем все вот эти косточки отключаем кость головы значит отключаем кости тела ключицы выбираем кадык остается отдельно центральной кости управления глазами остаются отдельно так вот эту кость надо чуть-чуть подвинуть к центру так вот эту тоже чуть-чуть сюда так повторяем выделяем ну ну желательно выбрать побольше чтобы все захватить лучше тогда отключить вот эти все центральные кости так а вот это тоже не надо так уши выбраны все вроде глаза проверяем проверяем чтобы все кости выбирались так вот эти кости тоже надо только не выбираем центральные вот эти которые на губах находятся на носу позвоночник держащие челюсти двигающие глаза выбираем и вот не выбираем тут по одной косточке будет все правильно делаем shift дублируем mirror global отводим так ctrl z и отводим все это дело на эту сторону так отключим глаза потому что не мешает значит видеть куда тут все подключено ну в принципе все все попало семерка на нампаде все симметрично а ну-ка если корректируемся то тогда вот еще по ключице можно ориентироваться так ну ключица вроде расстояние нормальное так что еще тут есть о по рту вообще можно ориентироваться четко так смотрим во вот теперь точно идеал и так пока вот такая раскидка вот такая штука значит object mode файл я пока сохраню save as thanos rig сохраняем ну и вяжем все все кости к персонажу control p automatic widget все кости привязаны чтобы отделить вот это дело наверное будет где-то два ролика пускай пусть это будет первый ролик вот как создать вот эти кости в следующем ролике давайте все это дело привяжем и настроим ну два ролика я думаю самое то будет чем сидеть три часа смотреть как тут вся настройка идет все всем пока до свидания